Всем привет, дорогие друзья! С вами First One и сегодня мы будем играть в браузерную игру под названием Therian Saga. Итак, только начали, нам надо создать своего персонажа. Вообще, об этой игре я узнал, посмотрев один из выпусков Oper Gamer от Гоблина. Ну, и понял, что игра такая, знаете, многоплановая. Рассказы поселенцев, которые вернулись домой, убедили вас подняться на борт Альбатроса. Бодрящий морской воздух подтвердил правильность вашего решения. Однако, еда на борту не имела того же эффекта. После долгих месяцев плавания, очертания Земля, о которой вы мечтали, наконец-то выступают из дымки. Но вас все так же гложет червячок сомнения. Вы по-прежнему не уверены, что покинуть уютный дом и отправиться на новый континент было гениальной идеей. Найдете ли вы славу и богатство, или сойдете с ума, сражаясь с облезубыми кроликами? Как знать. Пока вы знаете лишь, что клерк, который настаивает на том, что каждый ваш шаг вы должны записывать на вот этом пергаменте, уже сидит у вас в печенках. Наверное, выбрасывает за борт грамотного человека дурной знак. Этого вы тоже не знаете. Так, ну что ж, нам надо создать своего персонажа. Здравствуй, я Грегорова, историк великого переселения. Это мое собственное название. Многие говорят о нем, как о второй колонизации. Так, ну ладно, давайте не будем вдаваться сильно в подробности. Если мы сейчас будем все читать, то у нас выйдет очень длинное видео. Господи, мы можем даже вот такое подмигивающее лицо сделать, да? Ну ладно, у нас будет вот такой парень. Причесон у него будет. Ну сейчас что-нибудь придумаем. Вот такой причесон. Усы. Усов не будет. Блин, где без усов? Вот, чистая морда. Цвет кожи посветлее. Цвет волос. Ну, даже не знаю. Давайте вот такого парня мы создадим. Итак, я начинал говорить. Вот то, что я узнал об игре, это то, что это, знаете, такая многоплановая игра. Что-то вроде ультимы. Здесь можно ковать, стругать. В общем, целая куча всяких ремесел, которые можно изучать. Можно даже не сражаться и как-то все вместе взаимодействовать в мире, да? Там один выстругал что-нибудь из дерева. Кузнец что-нибудь к этому дереву присобачил. И, в общем, в итоге понеслось, получилось что-нибудь большое и глобальное. Ну, ладно, давайте сейчас сами посмотрим. Не будем говорить. Итак, что нам надо выбрать? Симал, область старого континента, знаменитая невысокими горами и плодородными долинами. Горы Высокого Королевства, леса. А, надо просто сказать, откуда я? А какая разница? Я не знаю. Ну, мне вот тут горит, что я с холмов Симала. Давайте это и выберем. Наверное, это правильный выбор. Хороший выбор. Позволяет получить небольшое преимущество в выбранной местности. А, то есть, если я с холмов Симала, то у меня будет преимущество в этой местности. Я даже не знаю, где хорошо получить преимущество. Холмы, город, тундра, леса. Ладно, пускай я буду из холмов. Какая разница? Я даже сам не знаю. Так, какое ремесло тебе было известно раньше? До переправы. Ну так, с чего начать? Дерево, фауна. В детстве ваша семья жила в лесу. Ваш отец и брат охотились и рыбачили. Камень, металл, флора, дизайн. Ваша семья держала магазин, помогая родителям. Так, ну давайте начнем с древесины. Древесина это всегда. Там и факела сделать, и палку выстрогать, чтобы биться. Я не знаю. Выбрав эту отрасль, вы сразу получите доступ к следующим ремеслам. Плотницкое дело, рубка леса, древообработка. Да, хорошо. Имя. Надеюсь, что не занято. Так, недопустимый формат. Ну ладно, тогда мое имя будет... Ну и это, наверное, будет занято. Нет, смотрите-ка. Меня зовут Эпик Фейл. Добро пожаловать в Террен Сага. Вы только что прибыли на Остров Надежда. В бухте Угреи в левом верхнем углу экрана отображается информация о месте, где вы находитесь. С вами хочет поговорить Джек Барак Карсон. Так, Джек, привет. Что надо, нажать на тебя? Добро пожаловать на Остров Надежда, странник. Надеюсь, твое пребывание здесь окажется приятным до самого твоего отплытия на континент. Итак, у нас есть первая работа. Скорее, мы должны разгрузить трюм до того, как отлив посадит корабль на мель. Плачу двойную цену всем помощникам. Помогите разгрузить трюм, а в награду, что посох изъели плохого качества, перчатки плохого качества. В общем, всякое старье он мне хочет отдать. Так, ну ладно, помогаем. Принимаем. Теперь ваш герой выполняет задачу. Вскоре вы сможете запланировать для него задачи на несколько часов вперед. Здесь вы можете увидеть очередь задач. Ну, трюм мы по-быстрому разгрузили, всего лишь 10 секунд хватило. И задание выполнено. У Джека есть для вас новое задание, но ему ничего от вас не нужно. Чтобы выполнить такое задание, делать ничего не нужно. Так, какое интересное задание, для которого ничего не нужно делать. В порту нам всегда нужны рабочие. Готовы помочь разгружать корабли, мыть полы. Тут всегда найдется работа для того, кому нужны деньги. Над изображением этого места вы можете видеть несколько вкладок. На одной из них изображена таверна. Видите восклицательный знак? Рядом. Это значит, что кому-то может пригодиться ваша помощь. Так, ну пока что нас только заставляет много кликать. Так, ну что ты от нас хочешь? А, так. Он просит вас купить ему пиво. За это он покажет вам новый объект на карте. Ну ладно, на тебе твое пиво, показывай свой объект. А ты что хочешь? Очень приветливо, как и положено быть, трактирщице. Так, ясно, мы покупаем пиво у трактирщицы. И отдаем его этому мужику. Знаете, пока что игра выглядит не очень впечатляюще, да? Ну, как обычная браузерка. Но, наверное, рано еще делать какие-то выводы. Так, что теперь от нас хотят? Показал вам, где находится лагерь следопытов. Посмотрите на карту, на ней появится новый объект. Теперь вам нужно отправиться туда. Щелкните по указателю, чтобы выиграть его. Так, за 6 секунд, да, мы до туда доберемся. Ну ладно, это вроде немного. И, кстати, я бы зашел в свой инвентарь, где он есть. Нам же какую-то награду давали, там, палку, перчатки. Было бы неплохо это все одеть. Так, щелкаем на персонажа. Вот есть перчатки, да? Перчатки одели и палку взяли. Вот так-то лучше. Так, лагерь следопытов, состоящий всего из пары палаток. И костра расположен в небольшом лесу, недалеко от дельты Змеиной реки. Ну что, мы на месте. Что тут делать? Поговорить с этим мужиком, да? Добро пожаловать в наш лагерь. Я Илья Листвянко. Я командую всеми следопытами на острове. У меня есть предложение, которое может тебя заинтересовать. Я могу устроить для тебя урок исследования новых земель. Так ты сможешь быстрее изготовить зелье. Ну, требуется разведка, награда факел. Давай, учи. Илья хочет научить вас выполнять эту задачу, чтобы пройти урок. Вот так. Изучить основы путешествий. Это позволит вам открывать новые места. Да, давайте, пожалуйста. Всего лишь каких-то 8 секунд нам потребуется на то, чтобы изучить основы путешествия. С момента вашего прибытия на остров вы получили несколько предметов, чтобы... Так, чтобы... чтобы что? Почему я не вижу? Почему текст не до конца? Это уже меня не радует. Так, ну ладно, я вот могу экипирировать факел. Видать это они от меня хотели. Так, требуется сараэшка. Итак, тебе известны теоретические основы исследования новых земель. Пора проверить эти знания на практике. К северо-западу отсюда... Так, северо-запад. Есть лес и небольшое озеро. Те грибы, что нам нужны, там встречаются в изобилии. Не нужно быть друидом, чтобы их отыскать. Найди это место, принеси мне грибы, и мы сможем приготовить твое зелье. Ну что ж, не знаю, какое нам зелье нужно, но нам нужно отправиться сюда. Так, 13 секунд, да? Нам понадобится, чтобы оттуда добраться. Ну что ж, отправляемся, а там уже поищем наши грибочки. Так, ну вот мы и на месте. Как теперь обследовать местность вокруг? Так, вот есть тут... Давайте 10 секунд поищем, порыскаем. Я думаю, за 10 секунд должны найти. А вообще можно, наверное, на час оставить его, исследовать местность, а потом прийти, вернуться в игру и посмотреть, что он нашел. Так, плато сыроежек. Отлично. Идем на это плато. Эй, ты, тоже за грибами? Можно без формальностей? Отлично. Я немного заходил вглубь и... Ну я не хотел бы туда возвращаться в одиночку. Так, у нас похоже какой-то спутник. Ну, давайте, пускай он пойдет с нами. Так, войдите на плато сыроежек. Так, ну я не знаю, что тут надо сделать. Так, что-то я пока что не понимаю. Что нужно делать? Ну вот, кажется. Вот, мы пришли на плато сыроежек. Что дальше? Вы только что вошли в подземелье. Так, вот это окно мне мешается. Я даже не знаю, как его убрать. Может быть, вот это окошко мне сейчас какую-нибудь кнопку закрывает? Я не знаю. Так, вы только что вошли в подземелье. Здесь вы можете перемещаться с помощью стрелок, отображаемых возле вашего персонажа. Попав в новое место, прочтите его описание и посмотрите, есть ли там задачи, которые можно выполнить. Продолжайте исследовать подземелья, идите на север, нажав кнопку со стрелкой. Так, ну вот, мы пошли на север. Что, двигаемся дальше? Вот дела, обломки. Наверняка под ними что-то есть. В любом случае, поискать стоит. Так, а как поискать? А, вот, обломки. 10 секунд на обыск. А потом мы можем либо туда, да, пойти, я не знаю, там может быть выход, или пойти вниз. Так, кажется, мы что-то нашли. Нашли себе щиток. Ну что ж, тоже неплохо. Так, помаленьку с миру по нитке оденемся. Вепрь в пещере. Странно, может быть, попросим его пойти с нами? Ну да, глупая мысль. Вепрь не пойдет с такими героями, как мы. Что же нам делать? Мне кажется, надо просто оставить его в покое. Но если ты настаиваешь, полагаю, можно обкурить ему морду дымом. Тогда он, наверное, разозлится и убежит. В любом случае, мой кинжал наготове, на всякий случай. Так, что мы можем? Можем попробовать успокоить вепри. Дрессировка единица нужна, да? У меня этого нету. Ну или можем подраться. Давайте подеремся. Да, бой тут, конечно, похоже не очень динамичный. Или, а, вот он бой. Так, атаковать, защищаться. Так, давайте все будем атаковать. Так, я наношу им 17. Мой союзник наносит больше. 22. Вепрь мажет. Что ж, неплохое начало. У вепри почему-то две графы, я не знаю. Может, это как броня и здоровье, а может, снизу здоровье, а сверху что-то типа энергии в вепри или что-то такое. Мы довольно часто мажем, но вепр мажет еще чаще. Так, отлично. Вепри мы побили. Победа в бою. Плюс один необработанный маленький малахит и что-то там еще у нас было. Ну, можем зайти, наверное, в инвентарь и посмотреть. А я кроме малахита ничего не вижу. Кстати, вот здесь есть даже, да, какой-то другой персонаж. Можем ему, кстати, дуэль назначить. Похоже, он не захотел и просто ушел отсюда. Ну ладно, давайте и мы пойдем. Интересно, а можно будет потом одним кликом выйти из этой пещеры, а не идти обратно своим ходом? Так, а тут, похоже, змея, и у нас даже нет выбора, хотим мы с ней драться или нет. Единственный выход — это сражаться. Два раза атаковать нельзя, но ладно. С этой змеей было проще, чем с вепрем. Мы ее довольно быстро одолели и получаем в награду какую-то подвеску. Наконец-то, вот и грибы. Ты бери самый большой, а я выберу самый интересный из тех, что останутся. Самый интересный. Ничего себе, он интересный парень. Ну что значит интересный гриб? Просто бери грибы, сколько есть, сколько нужно. Так, ну ладно. Где наша подвесочка? Что она нам дает? Знание городов, лидерство. Вот понимаете, вещи дает не плюс 5, да, там, к урону и плюс 6 к броне, а дает плюс к знанию города. Тоже интересно. Защита от тупых, от рубящих, от проникающих ударов. Так, ну ладно, это все, конечно, интересно. А где наши грибы? Я на всю жизнь запомню это приключение. Это уж точно, а ты? Ладно, оставлю тебя наедине с грибами. Что ж, мы оставили нашего спутника, собираем нашу сыроежку. Не такое уже, да, и простое задание, сходить по грибы. Все, задание выполнено, и слава богу, выйти из пещеры можно одним нажатием кнопки, а не идти обратно пешком. Так, ну ладно, теперь нам надо, наверное, вернуться в лагерь следопытов. На это еще 14 секунд уйдет. А вот смотрите, ребят, мы пока что путешествуем, да, по такому небольшому маленькому острову. А если мы будем на континенте, у нас вот эти перемещения из пункта А в пункт Б могут уже занимать побольше, гораздо больше времени. Ну и будут, конечно, другие тонкости, там куда интереснее будет что-то. Вы можете здесь поучиться. Слушайте, а, я могу еще три урока взять? Ну-ка, давайте изучать путешествие. Наверное, неплохо. Вообще, где характеристики нашего персонажа? Где наши не события, а где наши знания? Достижения. Нет, это не то. Так, ну может быть здесь на персонажа костюм? А, вот навыки. Навыков здесь. Наука, фауна, флора, дизайн, металл, камень, перемещение. Перемещение, наверное, от перемещения зависит, как мы быстро путешествуем, да? И очень сильно оно зависит от нашей обуви. Вот исследование мира у нас 1,2. Сейчас давайте возьмем один урок и посмотрим, чему мы научимся. Насколько у нас подрастет исследование мира. Так, оно у нас нисколько не прокачалось, потому что путешествия и исследования мира, это, наверное, разные вещи. Хотя нет, смотрите, 1,6. Нет, все-таки изучили, да? Ну давайте еще раз, покуда можем. Отлично. Теперь у нас исследование мира 2,0. Я даже не знаю, что это значит. Вот у нас... Как это? Это, наверное, значит, что мы будем легче находить всякие грибы и прочие полезные вещи. Я как-то раз повстречал лесоруба в лесу Бериус рядом с журавлиной гаванью на континенте. Он рассказал мне смешную историю. Так, что это все? Это журнал с заданием. Разве мы их не выполнили? Почему мы можем их отслеживать? Он рассказал мне смешную историю про двух белок. Если ты отыщешь, он наверняка поможет тебе научиться работать с деревом. И расскажи ему, что моя лодка полна белок. Он поймет. Так, ладно, завершаем миссию с сыроежкой. Так, а он нам указывает... Давайте пока что по-быстрому покликаем, не вникая. Вот мы, кажется, сварили какое-то зелье. Что теперь вы от нас хотите? Хотите, чтобы мы туда на гору отправились? Ну, давайте. Давайте. Я знал, что ты придешь. Наконец-то хоть кто-то сможет быстро покинуть этот остров. Так. Если у тебя нет зелья, мне не о чем с тобой говорить. Прилив энтузиазма позволяет вашему герою выполнять все задачи немного быстрее. Природ скорости постепенно снижается в течение суток. Так, ну все понятно. Знаете, что бы я хотел, ребята? Я бы хотел исследовать местность. У нас все-таки остров, он какой-то не исследованный. Хотел бы посмотреть вокруг, и может быть мы что-то найдем. Смотрите, здесь мы ничего не нашли. А если мы исследуем вот здесь? Я думаю, у нас все будет как бы состыковываться. А он запоминает только два последних исследованных места. Здесь, похоже, тоже ничего нет. Ну ладно, отправимся на пирс. Садись на паром в журавлиную гавань, где начнутся ваши приключения. Ну ладно, уплываем отсюда. Это слишком маленький остров для нас, а нам все-таки нужно больше приключений. Надеюсь, мы быстро доплывем. Да, вот мы уже и на месте. Маленький лес возле берегов реки Бериус выглядит относительно молодым. Деревья пока не слишком высокие, чтобы пойти на бревна или доски. Но для костра их использовать можно. Так, ну что ж, неплохо. Я же все-таки лесоруб. Что бы вы хотели? Продать прочную кожу. А что, у меня есть прочная кожа? Слушайте, а помните, у меня малахит был? А, вот, у меня есть накидка какая-то. Здорово. Так, это... Ну, у меня нету прочной кожи. Вообще, вот тут есть какое-то задание. Ха-ха-ха, о-ха-ха-ха. Давненький я так не смеялся. Не сомневаюсь, тебя прислал Грегорова. Или как? Грегорова. У этого трубадура отличное чувство юмора. Это уж точно. Видишь, тот ящик может забрать из него старый топор. Эта история того стоит. Так, ну ладно, давайте. Сейчас мы наконец-то еще лучше обучимся ремеслу лесорубы. Так. Бог мебельщик из журавлиной гавани заказал у меня еловые доски. Ты поможешь мне выполнить этот заказ? Для начала надо свалить несколько елей. Так, срубить ели. Так, ну я 22 секунды буду тут еле рубить в этом лесу. Тут, кстати, есть еще какие-то задания. Вот есть лесопилка, а есть... Что тут? А, тут можно еще поохотиться в лесу. Так, ну мы, похоже, что-то срубили, потому что мы что-то получили. Так, давайте посмотрим, что у нас. У нас есть два еловых бревна и пять дров. Так, что ты еще от нас хочешь? Разпили бревна на доске, нужные покупателям. Материалы для этого я тебе дам. Сложность этой задачи превышает ваш навык рубки леса. Да что же за ерунда-то такая. Я же изначально взял дровосека, а мне уже не хватает навыка. Так, а что для этого нужно? Вообще, где посмотреть? Сила двойка, это у меня есть. Еловое бревно. Сопротивление девять, чтобы это не значило. А, вот, нам надо лезвие, да? Лезвие из меди, и теперь мы можем все это делать. Нам просто, да, сила два плюс лезвие семь, да, и того мы можем вот эти девять перебить. А, то, что я изначально не мог, это значило, что я не могу голыми руками ломать. Правильно? Так, ну а почему теперь все не работает? Так, давайте заново. Нет, сложность этой задачи все равно превышает мои навыки. Эй, кузнец, что-то пошло не так. А вот мы можем у него изучить основы рубки, да? У нас есть один урок, и тогда все будет нормально. Правда, изучать основы рубки мы будем аж целую минуту. А я чувствую, чем дальше, тем дольше будут вот такие вот задачи в игре. Но, с другой стороны, игра-то ведь браузерная. Это означает, что, ну, нам никогда никто не мешает просто открыть ее там где-нибудь на работе, да? И периодически заходить, что-нибудь делать. Ну, это такая неплохая игра для офисного планктона, на мой взгляд. Когда можно что-то поделать на заднем фоне и, опять же, переключиться на основное рабочее окно. Такие игры хороши для тех, кто не хочет, ну, постоянно принимать активное участие в игре, а заходить только время от времени, мне кажется. Так, ну что, мы взяли урок, да? Теперь-то мы сможем распилить это бревно? Сложность этой задачи все равно превышает. Ну и в чем проблема? Почему у меня силенок не хватает? Так, надо, наверное... Так, вот он у нас есть, лезвие из меди. Можно его куда-нибудь одеть? Например, вместо палки? Взять в руку? Нет, нельзя. Есть справочник, здесь нечего. Экиперировать. Вот, теперь со справочником мы получаем плюс 5 к рубке леса. А факел нам что давал? Плюс 15 к знанию пещер. То есть, тут можно постоянно, да? Пошел в пещеру, факел одел, надо лес порубить, взял себе справочник лесничего. Вот, теперь мы, наверное, сможем распилить это дерево. Да. А знаете, почему я так долго думал? Потому что диалоги не читаю. Наверняка мне все это писали. Писали, одень справочник лесничего и распили дерево. А я тут, как идиот, все диалоги пропускал, ничего не читал и потом долго думал, что же мне все-таки делать. Так, ну что ж, отлично. Дерево мы распилили. Распилили мы, правда, только одно дерево. Сейчас будем пилить сразу второе. И, я так понимаю, при каждом действии, там, буду я пилить дерево или что-то делать еще, мой навык также прокачивается. Смотрите, сейчас у меня древесина 4,9. Распилили еще одно бревно. И все те же 4,9. Ну, наверное, не так быстро все, как хотелось бы. Так, ну что, я все распилил. Тебе что, не хватает? Тебе надо еще? Я, кстати, у него могу купить топор из бронзы. Стоит он, правда, 12 серебряных, так что можно сказать, что я и не могу его купить. Так, погоди, а что у тебя еще есть на продажу? Техника ель. Уже известно. Мне это уже известно, так что не надо. Могу ему что-нибудь продать? А, нет, ничего не могу продать. Хотя, может быть, могу, может быть, это вот так делается. Так, например, если бы я хотел тебе дров продать. Ну, нет, похоже, видите, оно каким-то тут затемненным цветом горит. Видать, я не могу ему это продать. Кстати, интересный инвентарь в этой игре, да, что оно как-то не по полочкам все лежит, а просто как попало, накидано. Хочу, двигаю, куда хочу. Так, ну вот, ребята, у нас тут какой-то вопросик горит. Преобразование бревен. Распили бревна на доски, нужные покупателям. Так. Да, может быть, нам просто сюда надо отправиться, чтобы выполнить, наконец, наше задание. Ну, смотрите, на этот путь нам уже понадобится 30 секунд с лишним. А, я, наверное, этот момент маленько ускорю, когда буду монтажировать видео, чтобы вам долго ждать не пришлось. Так, что ж, отлично, мы добрались до журавлиной гавани. Тут у нас какие-то задания. Помощь новичкам завершить. Так, у тебя что? Роль приманки принять. Вообще, будем принимать все задания. Правда, наверное, не самая лучшая идея, не считать их, как я. Стать героем. Стать героем я... Да, я могу стать героем. Любой уважающий себя путешественник должен основательно готовиться, прежде чем отправляться в дорогу. Сундук искателей приключений содержит 5 предметов, которые помогут вам сопротивляться... А, справиться с подстерегающими на пути опасностями. Он содержит следующие предметы. Сокращает время выполнения задач в очереди на 1 час. А, ну, похоже, это, знаете, такое ощущение, как будто это что-то вроде донаты, стать героем. Так, здесь я могу научиться древообработке за минуту. Так, отлично, основы древообработки мы прошли. Что еще? Ученик древесника. Преобразование бревен. Отлично, это задание мы завершили. Нам тут целую кучу каких-то заданий надавали. Я все еще жду дубинок. Так, а как я тебе эту дубинку сделаю? Так, вот, давайте сделай дубину. Что нам нужно? Так, а тебе какую дубинку надо? Какого качества? Ну-ка, расскажи. Дубины из ели тебе требуются, да? Ну, давайте. Плохое качество. Отлично. Давайте тебе плохого качества. Даже на... Ну, как бы... Не говоришь, что я хочу там хорошую. Вот, допустим, деловая доска, лезвие. Сложность этой задачи превышает ваш навык. А на что мне хватит навыка? На обычную хватает. На отличную хватает. А вот на исключительную нет. Ну, давайте сделаем одну отличную дубину. Три минуты, правда, придется нам подождать, пока она будет делаться. Кстати, вот в сундуке, да, у нас тем временем пять сундуков искать для приключений. Открываем. Господи, сколько тут всякого хлама. А как потом в инвентаре что-то искать, когда тут все будет загажено? Надо будет самому как-то это все распределять. Например, дерево сюда, факел сюда, лезвие. Это тоже для древесины нам пока что требуется. Так, а вот эти штуки я зря не почитал, что они делают. Хотя тут и так подписано. Так, это тоже у нас древесина. Это у нас какое-то зелье. Снижает уровень токсичности до нуля. Если ваш уровень токсичности... Так, это типа противоядие, да? Ну ладно, отложим пока сюда. Малахит сюда. Здесь у нас что? Значительно ускоряет ваше передвижение в течение следующего часа. Полезная вещь. Пока отложим. До тех времен, когда мы будем путешествовать на большие расстояния. Снижает выполнение текущей задачи на час. Но мы пока не делаем часовые задачи, поэтому тоже его отложим в сторонку. Эликсир исцеляет сирана героя и его спутников. Этот предмет нельзя использовать в подземельях. Ну, знаете, вот у нас есть пять штук зелий, да? Которые снижают время работы на час. То есть мы, допустим, могли бы там на час заставить нашего персонажа, но я так предполагаю, рубить лес. Потом выпить зелье. Хлоп, у нас сразу целая куча бревен. Потом на час его заставить из этих полученных бревен напилить досок. Хлоп, опять ускорили. И потом из досок смастерили каких-нибудь дубин. Опять же ускорили. И продали эти дубины, заработали денег. Что-то в этом роде. И прокачали при этом навык древообработки. Я не знаю, насколько это возможно. Насколько это работает именно так. Или, возможно, все совсем иначе. Но вот всего лишь мое представление. Вообще игра, я думаю, большинству из моих подписчиков не понравится. Потому что... Ну, потому что она не динамичная, да? Тут все-таки, как я уже и слышал, надо больше думать, больше куда-то передвигаться, что-то делать. Как такового особого экшена тут нет. Единственное, что тут приятное, это вот именно коллективный момент, да? То есть, допустим, мы хотим построить дом, да? Вот я хочу построить дом. Мне надо там кучу деревьев на... Нарубить там досок, настрогать определенного качества. Было бы неплохо, если бы это был там какой-нибудь хороший парень, который хорошо работает с древесиной, да? Чтобы доски были качественные. Нужен там хороший каменщик, чтобы собрать камни, да? Допустим, вот одному все развивать это долго. Ну, как мне это представляется. А если работать в коллективе, один хорошо работает по камню, другой по дереву. И как-то вместе объединить усилия и сделать что-то, одно конфетку, да? В целом. Там, допустим, меч с каменной рукоятью, там с деревянным, не знаю, каким-то набалдажником, железным лезвием. И все приложили свою руку. И каменщики, и древообработчики, и железных дел мастера, в общем, кузнецы. Так, ну ладно. Пока я тут трепался, у нас уже почти готова наша дубинка. Да. Ну-ка, давайте посмотрим. Мне даже жаль ее отдавать. А, так, где моя сумка? Вот она, наша дубина. Силу тупых ударов 4, а наш посох... А, ну, в принципе, сила такая же, так что и дубину не жалко потерять. Единственное, что жалко, что она моя родная, самодельная, а мне ее сейчас придется, наверное, отдать. Так, ну ладно, поговорим с парнем. Слушай, я уже сделал тебе дубину. Куда мне ее теперь отдать? Еще одну делать я не намерен. Просто забери свою дубину и все. Я все еще жду... Он ждет не дубину, он ждет дубинок. Я, правда, не пойму совсем, сколько ему дубинок надо. Ну, вот у нас где-то здесь есть, да, задание. Стать героем, роль приманки, забытый кедр. Требуется... Так, несколько дубинок. Ну, тут вообще ничего не сказано, кроме дубины из ели. А сколько дубин надо? Даже непонятно. Ну, давайте, наверное, еще одну сколотим. Я даже не знаю. Сделаем одну обычного качества. Хотя скорость, надо сказать, такая же. Делает он ее с той же скоростью. Похоже, качество влияет только на результат дубины, да? От качества не зависит, как долго он будет ее делать, сколько материалов потратят на ее изготовление. Это маленько странно, но если разницы никакой, то лучше делать, наверное, отличную дубину. Она хоть подороже стоит. Кстати, ребят, я вот заметил, где написано, сколько ему надо дубин. Ему нужна всего одна дубина из ели. А вот еще есть несколько дубинок. Это разные, да, задания? И, кстати, я еще заметил, вот здесь, когда делаешь дубину, здесь написано, шанс улучшения навыка 44%. То есть, ну, если бы я делал... Если делаешь отличную дубину, то шанс улучшения навыка еще выше. Там, если плохую дубину, то шанс повышения навыка меньше. Ну, то есть, делая дубины, мы также и качаем наш навык, что тоже неплохо. Так, ну вот, отлично. Три, две, одна. Еще одна дубина готова. Дубины из ели отличного качества. Так, ну-ка. Где у нас инвентарь? У нас есть дубины из ели отличного качества, дубины из ели отличного качества. Обе одинаковые, обе стоят 54 монетки. Так, ну что, мужик, что скажешь? Тебе по-прежнему не нравятся наши дубинки? У меня такое ощущение, как будто он хочет, чтобы мы ему сделали не отличную дубину из ели, а обычную дубину из ели. Давайте попробуем. Мне кажется, вот такую он примет, да? А отличная дубина, это для него уже нечто другое. Но я все равно, наверное, не зря сделал дубины, потому что я смогу их, ну что, смогу их продать. Заодно навык подкачал. Мне кажется, тут большинство игры будет сводиться к тому, что мы будем что-то делать, продавать и за счет этого развивать свой навык. И опять что-то делать, и опять продавать. И так по кругу. Ну вот, друзья, 10 секунд до завершения нашей работы. Сейчас сделаем дубину и проверим, наконец, действительно ли ему нужна была обычная, а не отличная, как мы строгали. Так, дубина почти готова. Так, ну-ка, давайте посмотрим ее в инвентаре. Вот она, она называется просто дубина из ели, да? В отличие от этих, которые дубины из ели отличного качества. Тебе же как раз, мужик, нужна была дубина из ели, да? Да, вот теперь мы можем ее ему отдать. Мы действительно зря, зря делали дубины хорошего качества. Ну что ж, а можно теперь тебе продать мои старые дубинки? Зачем они мне такие? Я могу это единственное, что вот... Это тебе не продать, да? Все, что я могу ему продать, это еловую доску, но мне как-то жалко продавать. Я лучше из них что-нибудь сам сточу, что-нибудь из них сделаю, а потом их продам кому-нибудь еще. Так, ну ладно. У него для нас, кстати, есть новое задание. Теперь он хочет, чтобы мы плотнику на галичном мосту нужны штифты из кедра. Древесина кедра водоустойчива. Так что неудивительно, что штифты нужны ему именно из этого материала. Но я сейчас очень занят. Может быть, ты выполнишь заказ. Знаете, мне кажется, друзья, выполняя эту игру и как бы если проходить игру, ну, точнее пройти-то ее нельзя, это онлайн игра многопользовательская. Но если играть не торопясь и действительно читать их диалоги, то можно, наверное, и самому неплохо разобраться в каком-нибудь в древообработке, потому что вот эти все диалоги, да, вот я уже узнал, что кедр водоустойчив, да, дальше начнешь работать, узнаешь что-нибудь и про ель, и про дуб, и про другую древесину благодаря этим диалогам, потому что я думаю, их будет в игре немало. Ну и про другие ремесла тоже. Ну, мы уже не будем делать штифты из кедра. Мы, наверное, закончим на этом наше видео. Вот такая вот, друзья, своеобразная игра. Давайте маленько отдалим, кстати, посмотрим игровой мир. Вот мы сейчас вот здесь, а карта... Карта немаленькая и везде здесь, я так понимаю, можно путешествовать. Можно вон там и на острова забираться. В общем, есть место для раздолья, а мы вот всего лишь на бережку. Тут и другие игроки, я думаю, бегают. Единственное, что их просто так не видно. Игра размеренная, неторопливая для тех, кто больше любит подумать, вникнуть чем-то, позаниматься, нежели чем для тех, кто любит экшен. Ладно, друзья, на этом я заканчиваю. С вами был 11101, если заинтересовалась, ссылка на игру будет в описании, а я прощаюсь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok